Всем привет снова здравствуйте и в завершении наверное темы вот таких вот солдатов легионов и спартанцев давайте посмотрим рассмотрим вот в тему вот это то что мы делали на примере дырявых фигур как можно сделать вот именно доспехи вот на этого воина давайте сначала рассмотрим как выглядят доспехи а потом уже будем разбираться как что и почему вот в интернете очень много вот таких моделей вот как сделаны доспехи вы можете здесь все это дело посмотреть помотать узоры как это все выглядит ремни и так далее когда вы подобрали допустим вот давайте рассмотрим вот такой вот вариант вот и вот вопрос теперь как это все дело сделать давайте разбираться для начала нам понадобится вот такие вот заготовки заготовки разных тел если вы будете делать доспехи на женщину то женское тело если на солдата на мужика то вот мужское соответственно и вот есть еще вот такая фишка ноги ноги очень подходят именно для щитков для разных перемоток и так далее вот надо сделать вот такую себе две такие модели себе ноги руки кисти даже не кисти а скорее всего запястья и вот так вот это дело все можно использовать сначала исправляем сетку опять за ремеш по прошлым видео и вот с этим надо работать что здесь можно сделать ну во первых немножко ее кое-где подгладить в этом нам поможет стандартная кисть и немножко давайте шифтом вот так вот немножко шифтом вот так вот ее подгладили смотрим на сетку вот такая у нас сетка что здесь теперь можно сделать ну по прошлым видео конечно первым делом можно сделать маскированием да ставим дров сайс побольше включаем симметрию и вот так вот тут вот это вот вырисовываем работаем опять дров сайзом control alt немножко все это дело подправляем ненужные детали здесь вот пошире вот так вот ставим и вот эту часть немножко облагородим вот так а здесь немножко вот так вот ее подрисуем опять же не забываем вот за эту часть нижнюю вот так ее можно здесь сделать а потом вытянуть так вот эту часть тоже где мышцы нам не нужно вот так вот корректируем вот такой выходит у нас доспех теперь можем сделать экстракт уберем дубляж сделаем немножко потоньше и нажимаем экстракт ну вот допустим у нас все получается даже можно вот эти части еще чуть-чуть прибрать вот именно вот эти вот так и попробуем еще экстракт ну вот более-менее нормально жмем asset переключаемся на наш доспех и вот теперь можно сделать немножко polish добавим дивайдов чтоб он почетче был кое-где можно вот так вот все это дело обрезать уменьшив удалив головы вот эти вот дивайды так вот такая штука у нас получается теперь заходим в деформ деформацию и можно нажать polish by group вот так наши доспехи выглядят все прикольно давайте посмотрим теперь что еще можно с ними сделать давайте move topology включим кисть и вот так вот немножко придадим ей форму опять же не забывайте симметрию x вот так все это дело делается немножко лямки убираем и прям вот такой неплохой у нас доспех получается быстро форма есть вот немножко вот так здесь можно сделать поменьше где-то можно чуть-чуть вытянуть словом придать форму доспехам так переключимся на кисть стандарт зайдем в brush зайдем автомаскинг и нажмем backface mask вот эту сделаем поменьше drop size и жмем shift и вот эту часть немножко выглаживаем здесь вот можно чуть-чуть подправить опять же move topology и опять же вот эту включаем автомаскинг вот так вот drop size сделаем побольше и немножко вот ее вот так вот подкорректируем сделаем поровней чтобы вот не было вот таких вот сисек вот так вот вот такая штука получается что теперь можно сделать вот эти части можно выгладить верхние и вот эту часть тоже где шея вот так все это дело сделать помягче также здесь можно проработать какие-то детали это вот используя используя кисть ну допустим стандарт или опять же вот clay bird вот так вот опять же заходим чтобы не ломало эту форму ставим для этой кисти бак face mass потом если вы будете работать не забудьте ее убрать конечно так и вот что можно сделать интенсивность ставим поменьше дров сайс можно чуть-чуть тоже интенсивность до двух и вот так вот немножко придать здесь где-то форму так вот что-то такое получается и здесь вот можно чуть-чуть еще бака вот так чуть прибавить сделать вроде как канта так теперь все это опять же выглаживаем это shift слегка уменьшаем вот это тут интенсивность можно уменьшить и вот так вот слегка это все делая чтоб не испортить рельеф подправить так что еще можно здесь сделать можно работать маской маской работать вот таким образом нарисовать какой-то узор немножко его так вот подкорректировать чтобы все это было красиво гармонично вот так вот дров сайс чуть побольше и не нужно удалить вот так вот и дорисуем немножко вот здесь вот такую вот загогулину жмем control и и теперь можно работать или MOV или сайс вот чуть-чуть вот так вот вытягиваете делаете легкий узор и получается у вас вот такой прикольный вид не снимая маски можно все это дело выгладить и снять маску вот такие доспехи уже прикольные получаются ну что еще можно сделать это вот как первый вид я сейчас его сохраню делаю дубликат и переключимся опять и вот это дело ctrl z давайте вернемся ну теперь можно поработать и полишем вот x h polish опять же brush опять же баг face mask и немножко дров сайс побольше а интенсивность поменьше и можно сделать здесь вот немножко вот это все поровнее а вот эту часть оставить округлой и чуть-чуть вот так вот убрать живот вот таким образом опять же moff topology немножко придадим вид вот так вот и можно добавить сюда разные там круги это и мм кисти так найдем их вот они вот кисти мм и вот теперь посмотрим что это и как давайте выберем какие-нибудь детали чтобы их не лепить а просто поставить ну вот этот допустим уменьшаем дров сайс и можно их как-нибудь вот сюда вот так вот приделать чуть-чуть подкорректируем вот вот так вот ну неплохо так выглядят их можно потом отделить заходите в сплит и жмете сплит вот эту клавишу они отделяются или можно так оставить на ней так рассмотрим что еще по барельефчиком да так ставим стандартную кисть заходим ставим drag rect альфу и выбираем допустим какую нам нужна альфу вот так вот делаем двух львов или еще что-нибудь немножко их выглаживаем и легкий вот такой вот рельеф который можно потом долепить доделать как это все делать сейчас покажу главное очертание потом вы можете уже работать с любой кистью ставите drag поменьше интенсивность поменьше и вот так вот потихоньку нарабатываете объем и уже вылепливаете льва прорабатываете ему шерсть зубы и так далее также можно поработать вот с этим рельефом это маской ставите поменьше и рисуете вот так вот маской приблизительно показываю вот где-то вот так вот на набросок делаете ctrl и и опять же с помощью мов ставите и можно это все дело сделать потолще снимаете маску и вот такие львы уже если доработать то будет там шикарно выглядеть вот так вот так что еще можно сделать так с этим разобрались тут короче любая ваша фантазия что придумаете что наметите где-то можно что-то выбрать вот эту часть убрать допустим можно сделать вот такую вот часть опять же не забывайте если режете удалять дивайды вот может получиться вот такой доспех а здесь уже добавите ткань какую-нибудь или какой-нибудь второстепенный уже такой щиток или еще что-нибудь словом любая ваша фантазия давайте наплечники покажу как делать так вы все это дело выделяете ставите маску на круг вот на этот и допустим вот так вот что-то control alt делаете вот у вас получается вот такая вот выборка ее можно предварительно подготовить жмете control и и потом вот можете уже делать экстракт вот у вас уже получается наплечники так ну и давайте теперь примерим вот эти вот доспехи приблизительно как они будут налазить на нашего персонажа так вот теперь у нас вот это тот персонаж надо к нему вот этот доспех сюда прилепить делаем какой-нибудь детали дубликат жмем дубликат и на это место уже импортируем то что мы сохранили так вот он наш доспех ставим глину чтоб было видно и вот давайте все это дело теперь уменьшим в геометре это все дело в сайзе уменьшаем так немножко поработаем ротации и теперь и теперь мов так отключим щиты отключим плащ чтобы нам ничего не мешало вот так вот ну и теперь опять немножко ротация мов и так далее подгоняем немножко уменьшим его в объеме и немножко с помощью мов вот так вот опустим так что у нас тут получается вот так вот вроде бы попали так и поработаем немножко наверное вот этой вот кистью мов топологи немножко подгоним вот так вот тут немножко подтянем вот так вот и тут немножко вытянем так вот эту часть тоже надо немножко вытянуть так все добавляем все детали на место и вот такой внешний вид становится у воина теперь все это можно покрасить в любой цвет давайте выберем что-нибудь так и немножко подкорректируем плащ конечно прикольно можно оставить вот так типа дыры по выбирать тоже дырявый его сделать все-таки в бою но ничего пойдет и нажмем теперь посмотрим чтоб красиво с оттенками все это дело было немного ракурсов и все классно все всем пока до свидания